Другие подруги, всем здравствуйте! Сегодня на канале Женя пьет уникальные ситуации, сегодня в кадре будут пить сразу два Женя, два, да, со мной Евгений Горбунов, представитель бренда Greenwich и по совместительству... Бренд Амбассадор. Я называю себя проповедником всего Джина в России. Спасибо огромное за приглашение, Жень, очень приятно быть в твоем блоге и рад буду рассказать много интересного и всяких занимательных фишек про Джин Гринвич и про компанию Alcon, где мы сегодня с вами и смотрим и дегустируем Джины. Это интересно, давай может выпьем сразу что-нибудь? О, давай с удовольствием. Ну что, с чего начнем? Я думаю начнем с оригинальной? Да, начнем с оригинальной, наливай и сразу как бы несколько слов наверное про него, про него. Пару слов о заводе, ему исполнилось в этом году 125 лет и за 125 лет произошло очень много трансформаций, модификаций завода и напитков, которые были произведены за это время, так что этот джин не первый, который выпускается в этом заводе. Мы немножко попозже расскажем вам, какие образцы джина были произведены здесь, но я думаю мы начнем все-таки с дегустацией, с оригинальной, с оригинального джина Гринвич. Были еще предшественники этих джинов, их не производили, их разливали. Это вот такой вот Довгань Адмиралский джин и вот такая вот штука еще один Довгань джин. Тут под компанией Довгань Адмиральский джин, да, но самая фишка, ребят, это то, что во-первых здесь, так как это не мы делали, мы разливали, здесь написано в составе вода питьевая, исправленный спирт, там и натуральный ароматизатор джин. Ну то есть то, о чем мы говорили, что когда ты в спирт добавляешь ароматизатор джин, это уже как бы тут. Но, guys, это все конечно круто, а вся история, осмысленная история с философским подходом началась с вот этого джина, который назывался Alcon, одноименное название с заводом Alcon. И здесь уже, когда перед разработкой рецептуры были выбраны в качестве референсов два джина сухих из Англии, причем это такие топовые бренды, и уже на основании этих джинов брендовых сделался джин Alcon. То есть это уже такой осмысленный подход со своей философией, с использованием не ароматизаторов, а именно растительного сырья, ингредиентов в этом джине. Вот с этого засранца и началась вся история. Ну давайте тогда пару слов скажу об этом напитке. Джин Глинвич, 45 градусов, произведен в Великом Новгороде. Кстати, Великий Новгород это колыбель не только русской демократии, но еще и колыбель русского джина. Ну об этом чуть попозже. Что здесь? Здесь в составе находится черногорский можжевельник, лимон, апельсин, кориандр. То есть весь состав классических ботаникалов, который должен входить в классический джин. Так что давай попробуем и посмотрим на органолептику. Первыми нотами прям очень цитрусовые ловятся, именно цитрусовые. Сейчас попробую. Да, кстати, как говорят, если вы хотите, чтобы ваш напиток понравился конечному потребителю, добавляйте и увеличивайте нотки цитрусовых, апельсинов, лимонов, потому что именно цитрусы дают свежий, ароматный вкус напитку. Хороший джин, он должен холодить, как зубная паста, как будто ты только что почистил зубы. Я скажу так, это освежает. Это освежает, да, определенно. Это реально освежает, это хорошо, это хорошо. Ой, Жень, давай дальше. Да, давай дальше. Так, сразу пару слов скажу, подготовлю. Этот джин, он нетипичный для джина вкус. А ревень, этот сразу говорю, что это джин, он немножко с кислинкой и напоследие будет горечь. Это нетипичный для джина вкус. Ой, отсюда прям чем-то сладким так сразу очень веет, вот ну как по мне. Не знаю, хурма что ли какая-то спелая, вот что-то такое. О, кстати, хорошее определение, да, действительно хурмы, оно на вкусовые рецепторы также влияет в вяжущие, как и хурма. Ну слушай, ну это уже джином я бы это, конечно, не назвал, я бы это назвал какой-то вот такой интересной настойкой. А что там в составе, кстати? Да, давайте посмотрим, что в нем, значит, находится можжевельник, ароматный спирт, значит, можжевельника, кориандра, тамина, имбиря, так, морспиртованный ревень, сахар, значит, натуральный сок бузины, ароматизаторы натуральные, эфирное масло лимонное, эфирное масло апельсиновое. Вот имбирь ловится и апельсин ловится. Пряткую за новость тайны, мы сейчас выпускаем, буквально через пару месяцев будет еще три, молодец, правильно, я говорю, будет три новых вкуса, будет малиновый джин, черно-смородиновый и топчик будет еще грейпфрут. Причем эта линейка, она будет называться Bartenders Edition, специально для барменов, для того, чтобы готовить с ними вкусняшки, коктейли, джин-тоники. Неожиданно у нас в кадре появляется Саша Александр, барменеджер завод Групп и по совместительству. Я участвую в создании замечательных напитков, от которых вы сегодня говорили, это четырех джинов. Я вас просто решил сейчас провести немножко по нашим подвалам, так сказать, где мы делаем настойки, настойки, дистилляты, так называемые, ароматные спирта для джина, водок и тому подобное. В принципе, здесь это все делается вот здесь, мы сейчас находимся в одном зале, там, где мы принимаем ягоды, то есть это дробильный аппарат, который потом идет по чинам, когда будет уже настаиваться, то есть водно-спиртовые и вообще марса, вот такие вот настойчные, чан даже, видите, написано. Это один из маленьких, здесь вот это пресс, там, где мы выжимаем из ягод соки. Значит, следующий застранец это Джин Гринвич Тархун. Ну, запах тут действительно такой, очень явно выраженный Тархун. Давайте, чтобы не быть голословым, я прочитаю, что здесь, значит, ароматный спирт растительного сырья, можжевельник, кориандр, тмин, имбирь, собственно, Гринвич, да, и настой спиртованный эстрагона, сироп, ароматизатор, натуральный Тархун. Знаешь, как говорят ребята на дегустации, когда заканчивают, говорят, если вы уже начинаете чокотать, значит, дегустация подошла к концу. Главное не говорить на такой дегустации сланджуа. Сланжуа, да. Это шотландский, да? Или ирландский? Ирландский, да. Ну, Тархун, да, но он такой, он более, я бы сказал... Бодрый. Да. В нем какая-то, ну, прям, прям пряность вот в нем ощущается, в отличие от предыдущих двух. Он прям, ну, то есть такое что-то сладкое, остренькое. Ну, вот я его так воспринял. Ну, интересно. Больше всего мне понравился пока что вот этот вот, то есть чистоган. Ну, оригинал. Да, да, вот, скажем так, второй чуть меньше, Тархун чуть больше, чем второй. Мы разработали такую закуску к этому и этому джину. Именно под джину. Именно под джину. Взяли ягоды можжевельника, которые идут в состав этого джина из Черногория и разбили в кофемолке вместе с сахарной ванильной пудрой. То есть получается такая можжевеловая пудра. Ты просто берешь кусочек яблока, немножко бульмакаешь, ты пьешь и запиваешь этой пудрой. Пропорция один к одному, часть, одна часть можжевельника, там, допустим, там 2 грамма можжевельника и 2 грамма ванильный сахар. Смотри, это что, это авторская разработка? Это авторская разработка, да. Мы уже ее протестили на одном мероприятии и было попадание 10 из 10. Кстати, насчет, да, давай. Да, допьем. Кстати, будем мы сейчас переходить уже к чему-то красному. Так, ладно, ну что, мы дальше переходим к нашему четвертому. Не хочу называть образец, засранцу, давайте уже там поделимся. Да. Что это за зверь? Это джин на пряной вишне. Я почему изначально про красители спросил, потому что, ну вот, здесь явно могло быть, ну, допустим, сок вишни концентрированный. Но я так понимаю, что нет, здесь не про сок, да? Здесь про сок, здесь спиртозные морса вишни и черемухи. Здесь нет про красителя. Там на все фишка. Точно? Точно, здесь, да, можешь прочитать. Друзья, здесь действительно нет красителя в составе. Ну, ну, давай, раз уже, как говорится, руку не меняем, да, на переправе. Слушай, ну, ну, тут, да, тут ягодно сразу. Ягодно и сладко, я думаю, что, наверное, и по вкусу будет сладко. Да, пробуем. А, вон оно как. Оно немножко, нет, не так, как я ожидал, оно горько-сладковато. То есть, здесь сразу думаешь, да, именно вишня, но, я так понимаю, здесь что, сахара нету или мало? Здесь, да, содержится сахар, но он не для придания сладкого вкуса, а именно, чтобы убрать колкости и добавить баланса в органолептике и во вкусе напитка. То есть, он не для сладости здесь? Ну, мой вердикт тут прям сразу напрашивается, это вот для девушек и женщин, наверное, напиток, которые любят напитки а-ля рябина на коньяке, вот что-то такое. Ну, я бы предпочел, как я уже сказал, оригинал или тархун. Да, дальше мы идем, здесь очень, довольно много помещений, где именно есть настоечные чаны, да, так, настоечный чан. Вот там мы варим сиропы, то есть, там такой большой аппарат, где варится сироп для сладости, то есть, ну, сами понимаете, не сахар же, просто настойка. Так, вот мы пришли к каким-то иным технологиям. Да, это вот здесь, допустим, фильтр, фильтр-картон, через него, на самом деле, это один из лучших способов фильтрации, вообще, настоев водок и тому подобное, он очищает. В смысле, ну что, вот такой заключительный джин у нас Садко. Ну, я знаю, водка такая есть у Алкона, вот, причем, по-моему, нескольких разновидностей, я сейчас не ошибаюсь, видимо, абсолютно верно. Переходим, значит, к джину Садко, который, ну, я так понимаю, что, да, скажи, несколько слов. Давай все познаются в сравнении, вот, найди мне рюмочку от первого, да, вот поставь, пожалуйста, я хочу, чтобы ты попробовал и высказал свое мнение по поводу одного джина. Джина и второго. Здесь интересно, какая-то, знаешь, такая некая пыльность присутствует в аромате немножко. Это пыльные рюмки, что ли? Знаешь, смотри, есть ощущение, что этот джин более сухой, вот, и я про Садко. Этот вариант, он, ну, грубо говоря, он более попсовый по ароматике. Ну, давай попробуем. Давай. Попробуем. Попробуем. Еще раз. Друзья, ваше здоровье. Давайте вот так вот. И вердикт. Слушай, да он тоже такой, кстати, достаточно мягкий, я бы сказал. Вот, но я бы его сухим не назвал по вкусу. Ну, ладно, давайте тогда уже, чтобы не быть голословым, да, нужно прочитать этикетку. Значит, спирт этиловый из пищевого сырья люкс, ягода можжевельника, кориандр, мята, тмин, укроп, почки сосны, имбирь, бадьян и эфирное масло лимонное, эфирное масло апельсиновое. Вот именно тмин, он дает такой, я его называю эффект, либо вкус супового набора. Такое ощущение, как будто у него вот бородинская какая-то вот история такая на языке, получается масляная. Именно вот отличительная черта вот этого джина. Мы делали слепую дегустацию London Drive, и среди образцов был вот этот джин. Все джины делали так, этот вот что-то там цитрусовый, вот этот такой там, а вот насчет него говорили, а вот этот он отличается от всех. И по-моему это самый удачный, причем это были London Drive, которые джины в слепой дегустации были London Drive из Великобритании. То есть такие топовые бренды. Смотри, я сейчас уже сравнил вот с этим, попробовал вот этот вот, ну, наш гринвич, да? Есть ощущение, что сюда, здесь накомпилировали больше компонентов. Ну, садко это, наверное, среди вот этой пятерки, это самый правильный джин, именно правильный. Вот, фидбэки, да? Пожалуйста. Ну, кстати, что интересно, он весьма маслянистый. Мне очень приятно слышать, что это такие позитивные отзывы от Джини. Слушай, ну вот это действительно хорошо, это тоже хорошо, это хорошо, но это более, скажем так, более разнообразно, а от Джина, наверное, сила Джина она в том, что он вот именно как прямой и четкий удар с какими-то окрасками такими интересными. Но, то есть здесь, здесь этого больше, больше вот этих вот нюансов. Ну, честно говоря, это мне тоже понравилось. Садко, вода. Да, это то, о чем я говорил, да, да, действительно, это нужно знать, это нужно увидеть реально. Вот, чтобы вы понимали, джин и вот вода, не газированная, прошу заметить, да, объем 0,7, все четенько, все с контр-этикетками, ну и в составе, естественно, там что... В составе воды, вода? В составе, да, H2O, H2O. Да, очень такой крутой продакшен, на самом деле, ребята вообще заморочились, выпустили вот такую, такую бутылочку с водой. Сейчас продается? Видимо, не затрудняюсь ответить, да, видимо, нет, но я не видел, по крайней мере. Жень, вопрос такой, ценовая политика, то есть вот у нас бутылки 0,5, то есть сколько это все стоит, расскажи. Очень приятная цена, когда заходишь в супермаркет, и ты видишь на данный момент 0,5, либо там 0,7 джина из-за бугра, который там стоит около 3 тысяч, ты невольно опускаешь руки и так вот думаешь, ну блин, ну нужно же как-то поменьше, ребят, совесть иметь им. В ритейле стоит 500 рублей, 500, 520, 530, вот в этом диапазоне. Каждый из этих бутылок? Да, каждый, да, из этих бутылок. Садко дороже или нет? Садко примерно в этом же диапазоне. То есть 500 рублей это адекватная, вменяемая сумма для того, чтобы сделать себе, я не знаю, там, коктейльную вечеринку, либо потешить себя, потешить свои вкусовые рецепторы, или, как говорят в рекламе мороженое, вкусовые сосочки приятными ароматами, там, тархуна, ревня, малины и что-то. Ну, а я бы предпочел чистый джин, я от себя абсолютно согласен. Да, но тархун мне сегодня тоже очень понравился, тархун, да. В общем, мы находимся в бочковом зале, здесь у нас несколько бочек, по 25 дал, один дал это ведро, как раньше, просто 10 литрового ведра, это один дал, 10 литров. А, там сейчас водно-спиртовый раствор, чтобы бочка в ней пересыхала, то есть сейчас там ничего не выдерживается, мы сейчас еще только готовим на следующую партию. Ну, а последнее это было вот Садко, Винтаж, 10 лет выдержки. В общем, успехов вам, Саш, в этом деле, вот прямо от всей души, на самом деле, очень приятно, что прогулялись. Ну, конечно, это интересно. Слушай, ну, спасибо, спасибо за такую дегустацию. Мне было очень приятно и вкусно дегустировать эти напитки и разговаривать с тобой и отвечать на твои вопросы. Все, отлично. Ребят, пишите, значит, если какие-то вопросы мы сегодня не раскрыли, если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, что Женя обязательно ответит вам в комментариях. Ты же ответишь в комментариях. Если отметишь меня, то я отвечу в комментариях. Каждому из зрителей. Так, Жень, спасибо. Спасибо. Давай вот так вот. Джин в массы, бабки в кассу. Да, отлично. Давайте.